Всем привет! Свежий осык на площадке Багинюс. Сегодня особенно шкурный выпуск. Первое полугодие – все, финиш. В предыдущем выпуске мы уже обсудили подробно, как доля расходов на продукты питания жадно откусывает наши доходы. Какие еще обязательные потребительские траты съедают наши ежемесячные зарплаты. Правильно, непродовольственные товары. Ну вот давайте с коммунальных платежей начнем. Электричество, вода, газ, отопление – это же не только услуги, а еще и товары. Да, отмашку на повышение коммунальных тарифов дал лично президент. Без этого, как было сказано, коммунальное хозяйство ждет неминуемая катастрофа. Первые звоночки с аварией Менотец уже прозвенели, мы же помним. Однако многие монополисты, похоже, услышали только то, что хотели услышать. И то тут, то там платежки за коммуналку стали казахстанцев неприятно удивлять. А про ключевую оговорку президента все, кажется, забыли. Нужно прежде всего учитывать уровень доходов конкретных групп потребителей. Здесь забегание вперед совершать ни в коем случае нельзя. Шапки закидательства тоже должны полностью отсутствовать. Нужно проводить политику плавно, гибко, спокойно, но идти вперед. Другого пути нет. Сидеть на месте с существующими тарифами уже невозможно. Итак, получили зарплату, продуктов закупили, за коммуналку отдали. Что еще? Лекарства, конечно. Больная буквально статья непродовольственных расходов, пожалуй, для каждого казахстанца. Тем более, что цены на медикаменты, так уж у нас в стране заведено, пересматривают раз в полгода. Вот по итогам прошлого подорожало больше трехсот наименований. И в итоге, в целом, цены фармацевтического рынка выросли на 14%. Много? Конечно. Даже профильный министр здравоохранения Аль Назарова это, похоже, поняла. И зимнее повышение цен заморозила. На лето отложила. Знаете, вопросы очень чувствительные. Действительно, 1 января текущего года на 1767 наименований должны были быть дорегулированы цены. Однако 1 января этот приказ подписан не был. Фармацевтическая отрасль сегодня ждет этот приказ для того, чтобы в целом выйти уже с новой наценкой. Фармацевтический рынок ждет отмашки на повышение цен. Понимаете, без этого фармпроизводство, если министру верить, тоже долго не протянет. Наверное, есть в этом своя логика. Не знаю. Возможно. Но речь не об этом. Полугодие-то все прошло, кончилось. Пора цены дорегулировать, как это витиевато в Минздраве называют. Я думаю, что уже на днях, потому что второй срок у нас 1 июля. Но, конечно, хочется это сделать более мягче и менее болезненно. Это было для населения. То есть повышение будет? Правильно мы понимаем? Нет, неправильно понимаете. Хорошо. То есть казахстанцы могут зафиксировать сейчас цены. И вы даете гарантию, что после 1 июля цены не изменятся в аптеках? Полностью обещать, что цены не поднимутся или поднимутся сегодня еще рано. Я думаю, мы примем такое оптимальное решение. Постараемся принять. А оптимальное это какое? Это для кого оптимальное? Этой формулировкой потом можно любое решение обосновать. Правда? Посмотрим. На днях буквально вырастет у нас цена на лекарства. И если да, то на какие и на сколько? А пока в Минздраве решают, еще одну статью непотребительских расходов рассмотрим. Но вот одежду и обувь себе человек должен покупать? Очевидно, должен. А выбор у него есть? Купить наше по приемлемой цене? Или должен довольствоваться тем, что предлагает вездесущий импорт? Очевидный же вопрос, правда? Да и ответ тоже. Как получилось так, что легкая промышленность в Казахстане обделена вниманием ведомства? Вопрос в дальнейшем развитии этой индустрии. Я считаю, что мы, конечно же, ее будем развивать. И я не хочу сказать вам, что у нас все идеально. Давайте тоже признаем. Есть вопросы, допустим, тарифной политики. Есть вопросы государственной поддержки. Есть вопросы участия и доступа к государственным закупкам. Интересно, а министр промышленности в принципе допускает мысль, что и мы, и пресса, да и вы все тоже уже давно хотим на простейший вопрос о судьбе нашей легкой промышленности услышать внятный ответ о каких-то осязаемых успехах, что ли. Взять, например, и физически шорты там на лето себе купить, или хотя бы кеды, а не слушать о том, какие бесконечные проблемы неустанно и самоотверженно приходится решать профильному ведомству. Вот и на этот раз профильный министр гордо рассказал журналистам об очередной победе на этом суровом рынке штанов, трусов и маек. Если в государственных закупках участвует отечественный товаропроизводитель, то он автоматически получает приоритетное право при закупках. И это пока по 4200 единицам товаров, которые производятся в Казахстане. Мы уже сейчас видим первые результаты этого. А кто мы и что конкретно, простите, видим? Хотя что это я? Министр промышленности Шарлопаев не устает повторять, что не все сразу, что нужно еще подождать. Правда, сколько подождать никогда не говорит. Ну, хорошо, ладно. Какие еще потребительские расходы есть у нас с вами? Бензин, конечно, дистопливо. Отдельная статья расходов, удорожание которой каждый раз, не на шутку, раздражает казахстанцев. И как у нас с этим? Весной вроде все прошло гладко, но эта весна, я напомню, была необычной. Половину регионов затопило, и чтобы никаких дополнительных триггеров, не дай бог, не случилось, цены на все более-менее чувствительные для народа контролировались с самого-самого верху. Стоит ли казахстанцам ожидать дефицита бензина? Можете более подробно? Исходя из возрастающего спроса, планируется по всем продуктам, по которым у нас сейчас есть страновой дефицит, это их не так много видов продуктов, то есть мы говорим о бензине, мы говорим о дизельном топливе, мы говорим о битуме и об авиакеросине. Разработали программу по увеличению мощностей действующих НПС. Мы говорим, говорим, говорим. А еще программы разрабатываем, которым, кажется, уже нет числа. Но я же не в первый раз слышу, что мощности действующих НПЗ хотят увеличить, чтобы покрывать растущий спрос. Ладно, хоть хотелки не меняются. Впрочем, как и все остальное. А посему будет повышение на ГСМ или не будет, пожалуй, одному министру энергетики Садкалиеву известно. Поживем-увидим. И это не только цен на бензин касается, а и продовольственных и непродовольственных расходов тоже. То есть цен на самое основное для нашей с вами жизнедеятельности. Выбили вроде и эту тему. Это была Сык на БГНьюз. Спасибо, что следите за нашими выпусками. Но комментарии и репосты приветствуются особенно. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok